Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Сегодня такая сакральная дата, пятница, 13-я. Надеюсь, что она в связи с этим не будет какой-то сокрушительной для финансовых рынков. Очень надеюсь, что Трамп сегодня не отличится очередным твитом, который касается всех интересующих вопросов по поводу их торговых отношений, точнее, отношений Соединенных Штатов Америки с Китаем. Эта тема интересует и нас, друзья, поскольку мы с вами рядовые спекулянты на финансовых рынках и понимаем, чем интереснее будет фундамент, связанный с геополитикой, тем более интенсивными будут движения на финансовых рынках. А за этими движениями, собственно, исправятся возможности. Мы приняли для себя тактику позиционного трейда, поэтому руководствуемся долгосрочными взглядами. Это так называемые забеги на длинные дистанции. Пиалически я даю уровни, которые мне кажутся довольно интересными для того, чтобы оказаться в сделке. Иногда эти уровни оказываются действительно переломными для локальной тенденции. Иногда эти уровни не разворачивают динамику цены, остаются позади и котировки движутся в том направлении, в котором они находились. Но мы продолжаем следить за новостным фоном. Он меняется не так, может быть, интенсивно и часто, как мог бы быть в связи с, опять же, той повесткой, которая у нас сейчас есть. И адаптируем, собственно, этот фон к нашей с вами, как бы уже было отмечено, позиционной торговли. Вчера, если вы помните, друзья, я сделал акцент на то, что не совсем нормальная сейчас динамика по паре доллара и японская иена. Потому что, да, мы хотим видеть доллар дороже. Я, собственно, вижу причины, по которым котировки пары доллара и японская иена могут, собственно, расти. Да, мы используем с вами спекуляции, которые предполагают ожидание повышения процентных ставок. Статистика, которая публикуется, также, собственно, поддерживает курс доллара. Но все же мы говорим о партнерстве, о тандеме доллара с японской валютой. То есть это партнерство, которое позволяет доллару расти, когда нет причины, за которых трейдеры могли бы паниковать. Но сейчас ведь этот новостной фон есть. И, опять же, сам факт торгового противостояния – это, как минимум, сигнал, в результате которого мы могли бы сделать большую ставку на иену. Вчера я отметил, что мы получили сейчас ту тенденцию, которую хотели, но объяснить ее довольно трудно. И, видимо, то замешательство, которым оказался я, оно сейчас характерно, ну, не только, в данном случае, для меня, для многих наблюдателей за финансовым рынком, трейдеров, инвесторов. Потому что вот сегодня наткнулся на статью, которая прям под грифом, то, что на рынке сломались устоявшиеся, как там было сказано, парадигмы. Это концепции того, что если на рынке все спокойно, мы работаем по логичным тенденциям и отыгрываем логично статистику. Хорошую через рост курса валюты, национальной того региона, по которому публикуется статистика. Если плохая, пересиживаем, соответственно, в защитных инструментах. Сейчас, как вы видите, доллар просто плюет на все вот эти риски, которые есть на глобальной линии, и продолжает восстанавливать свои позиции. Я хочу отметить, хотя давайте отложим, собственно, выводы до того, когда перейдем к паре доллара и японская иена, потому что все же у нас есть с вами устоявшийся сценарий того, что мы разбираем в первую очередь. Поговорим мы, давайте, о нефти, которая в целом остается на минимумах, которые были зафиксированы в ходе позапрошлой торговой сессии. Закрытие вчерашнего дня 74.25, сейчас у нас котировки 74.17. В целом, на что хочется сделать акцент, на то, что распродажи в целом доминируют. И тот активный сел, который мы видели позавчера, он был взят не на пустом месте. Это не какие-то случайно проскользнувшие ордера, либо ошибки на биржевых, собственно, контрактах через какие-то немыслимые объемы, которые подаются роботами. Вы помните, что по фунту у нас часто такое объяснение, когда мы видим чудовищную динамику, правда, наблюдаемую не так часто, за последние три года дважды это было, и все уповали, опять же, на ошибки роботов. В данном случае по нефти есть абсолютно железобетонное фундаментальное основание. Оно связано с тем, что Ливия снова игрок на глобальной арене черного золота. Ливия поставляет прежние объемы на мировой рынок. И раньше трейдеры отыгрывали как раз дефицит, недостаток, нехватку, недопоставки сырья с этого региона на 850 тысяч. Сейчас у них уже нет такой возможности. Помимо Ливии мы говорим с вами о конфликте торгового характера между США и Китаем. И как следствие достаточно сделать простые прямолинейные выводы о том, что если этот конфликт не удастся погасить, то в конце концов пострадают темпы мирового экономического восстановления, тоже со всеми вытекающими отсюда последствиями для глобального спроса на сырьевые инструменты. Что касается, опять же, нефтянки, хочу еще и отметить те темпы роста, активные темпы нефтедобычи, которые сейчас характерны для стран ОПЕК и для Соединенных Штатов Америки. В частности, мы не делали большой акцент на прогноз администрации энергетической информации, на доклад ОПЕК и Международного энергетического агентства в ходе этой недели. Но, может быть, кто совсем уж пристально следит за непосредственной нефтью, могли разобрать все эти фундаментальные, ну, на мой взгляд, важные факторы. Я лишь хочу отметить общую идею, которая была характерна для них, то, что страны ОПЕК наращивают производство, американские производители наращивают производство, планы выйти на совершенно новые показатели. Эти планы будут реализованы, скажем, в ближайшие месяцы и Штаты, в принципе, те прогнозы, которые строили на ближайший месяц, они обычно перевыполнялись. И, как уже было отмечено, Штаты не то чтобы в каком-то шаге, который нужно сделать, на который потребуется несколько месяцев, квартал или полугодие, а американские производители в одном маленьком шажочке от планки в 11 миллионов, которая, на мой взгляд, станет психологической для всего рынка. И тем, кто все же не обращал внимания на угрозу со стороны США и угрозу с точки зрения того, что они могут снова перекосить серьезным образом глобальные спросы и предложения на рынке, внимание придется обратить и в этот момент, конечно же, нужно, чтобы мы все находились в верном направлении. То есть для оптимизма по рынку нефти нету ровным счетом никаких причин. Еще задолго до заседания ОПЕК я говорил, что готов поверить в то, что цены на нефть могут вырасти гораздо сильнее, даже вернуться к уровню за 80 долларов за баррель только при одном условии. Страны ОПЕК согласуют еще большие квоты по ограничению производства и уж точно продлят действия энергетического пакта за пределы 2018 года. Но ни первого, ни второго не случилось и более того, представители ближневосточного картеля сейчас пошли для себя по пути наименьшего сопротивления, все же признали ошибку, ну не сообщив об этом открытую, но ошибку в виде того, что когда-то позволили, собственно, беспрепятственно американским производителям проводить вот эту экспансию на глобальном рынке, в результате чего они лишились довольно серьезных показателей по поставкам, точнее экспорт нефти сократился, они лишились доли рынка, и сейчас им нужно наверстывать то, что когда-то у них было, то, что когда-то они подарили американским производителям, но сейчас уже, скажем, нужно занимать другую стратегию, которая в данном случае предполагает, что страны ОПЕК будут все же возвращаться к тем показателям добычи, которые были до конца 2016 года. Ну и это тоже, друзья, приведет к неминуемым, собственно, сейчас увеличению глобальной нефтедобычи, увеличению поставок, и в идеале бы, конечно же, для покупателей, чтобы мировая экономика поспевала под это доп. предложение, которое будет поступать на рынок, но та действительность и реальность, которую мы с вами обсуждаем, говорит об обратном, потому что сейчас все аналитические ведомства, агентства, банки, инвестиционные компании спешно пересматривают прогнозы по темпам роста мировой экономики, отмечают, что то, что сейчас возразилось в плане неприятных тенденций торговых споров, характерных для, действительно, уже всей мировой экономики, учитывая, что в этих спорах фигурируют две ведущие страны мира, это неизбежно приведет к негативным последствиям для вот этого глобального расширения, как это скажется на стоимости сырья, собственно, мы уже говорили. Поэтому по нефти распродажи были правильными, нормальными, логичными, я думаю, что остается только ориентироваться на 70 долларов за баррель. Рубль 62.26 поражает сейчас стойкость курса российского валютного актива, потому что обычно при таких потерях, которые мы наблюдали на рынке нефти, хотя уже отвыкли, конечно же, от такой нисходящей динамики за короткий промежуток времени, но обычно рубль девальвировался довольно быстро и интенсивно. Я допускаю, что рубль не то чтобы окреп, скажем, не то чтобы стал более опытным, нет, ничего подобного. Рубль как был, так и остается сырьевым инструментом. Поэтому то, что сейчас мы не видим логичного ослабления этого актива до тех уровней, которые должны были бы сейчас быть уместными и нормальными, это уже в районе 65, это лишь временной лаг, друзья. То есть это реакция, которая пока что, на которую настраиваются, которая должна последовать, но реакция, которая пока что себя не проявила. У рубля только одно будущее при сохранении нисходящей тенденции нефти. И вы понимаете, что это будущее, знак равно, ориентируя в район 65 против доллара. Европейская валюта против американца, мы продолжаем снижаться. Я уже абсолютно прям настроился снова на поддержку 1,15. Посмотрите, как активно скидывают евро. Вчера небольшая поддержка пришла со стороны данных по промышленному производству. 2,4% годового выражения с 1,7%, 1,3% предмещенного выражения роста с минус 0,8%. Также приободрило покупателей оценка Еврокомиссии по прогнозу инфляции на этот год. С 1,5% было пересмотрено ожидание до 1,7%. И потом посыпалась очередная порция негатива тоже со стороны Еврокомиссии по поводу экономического роста прогноза еврозоны на этот год до конца этого года. С 2,3% до 2,1%. По Германии спад еще более существенный, хотя тоже на 1,4% с 2,3% до 1,9%. Вчера у нас еще в центре, внимание, были протоколы заседания последнего Европейского Центрального Банка. И по факту этих протоколов в целом мы получили лишь те тезисные заявления, на которые настраивались и ожидались. Возможно, следующими действиями со стороны ЦБ, конечно же, будет сворачивание окончательно программы количественного смещения и повышение процентной ставки. Но, учитывая, что сейчас вся мировая экономика оказалась в перспективе неопределенности, нет конкретных сроков, когда, собственно, экономические стимулы окажутся в прошлом для Европейского Центрального Банка. Считаю, что повышение процентных ставок нам следует ожидать не раньше конца 2019 года. Очень много воды утечет еще, конечно же, но нам пока что нужно 1,15% по евро-доллару. Мы сейчас не ставим цель в районе политет, потому что все поменялось, конечно же. Но цель 1,15% я считаю, что это уровень, который мы реально можем сделать. И на это я возлагаю большие надежды. Доллар японская иена, хай, практически с января 112,76%. Если мы сделаем, друзья, 113 до конца этой недели, у нас несколько часов, скажем так, еще в запасе, я буду считать, что неделя крайне результативна, потому что мы, наконец-таки, дождались достаточной бодрости курса американской валюты. При этом, что трейдеры отыгрывают и почему доллар растет, когда речь идет о решении Трампа ввести дополнительные импортные пошлины на китайские товары общим долларовым эквивалентом в 200 миллиардов долларов. Причин, ну, если уж попробовать совсем поискать, как можно оправдать, собственно, текущее укрепление американского доллара против иены. Это очень важно, против защитного оппонента, когда даже исторически у нас любой намек на эскалацию даже торгового конфликта приводил к резкому росту курса японского валюты. Сейчас это не так. Как это можно объяснить? Ну, может быть, трейдеры устали уже спекулировать и гадать, к чему это, в конце концов, все приведет. Я имею в виду, если торговый конфликт перерастет в полноценную торговую войну, и все будут называть вещи своими именами. То есть, торговая война, торговая война. Может быть, о последствиях сейчас никто не думает, потому что очень трудно прикинуть. И еще не ясно, насколько негативными они могут оказаться. Проще сейчас сфокусироваться на том, что, скажем, ближе к, скажем, локальным трендам, ближе к тому, что может повлиять на курс американцев в моменте. Это перспектива повышения процентной отставки. Второй момент может быть связан с тем, что много крупных игроков поверили в заявления, комментарии, которые были сделаны в Блумберг. Правда, я источник этой информации не нашел о том, что якобы официальные лица из США и из Китая сейчас планируют провести переговоры существенно на высочайшем уровне, для того, чтобы достигнуть двустороннего соглашения и все же преодолеть вот этот торговый спор. Но очень неохотно сейчас обсуждают эту тему, потому что, на мой взгляд, это очередная выдумка Блумберга. И, ну, может быть, даже не будем особо критику наводить на Блумберг. Может быть, они просто зацепились, скажем, за то, что тоже удалось им нарыть в средствах массовой информации. Но, в конце концов, о том, что нужно сесть за стол переговоров, мы с вами слышали очень давно. Еще даже в начале июня в итоге даже были переговоры, но, в конце концов, все благополучно разъезжаются по своим географическим локалям. И вот это противостояние снова продолжается. Поэтому я на этот фундамент особенно сейчас опираться бы не стал. А вот тема с повышением процентной ставки, мне кажется, более интересная. Есть еще и третий сценарий, который связан с тем, что трейдеры не уходят сейчас в защиту, потому что понимают, что Китай, в принципе, не может сделать ничего в плане каких-то ответных действий, потому что те санкции, которые были приняты, точнее, импортные пошлины в ответ на протекционизм США, они исчерпали практически весь пул импорта, который шел со стороны США. И ответные меры Китая, они априори не могут быть симметричными. То есть здесь игра в одни ворота, выигрышами могут быть победителями только США. А Китай в данном случае ответить не может. Но это тоже с натяжкой такое объяснение, потому что мы с вами говорили о том, что Китай может очень серьезно ограничить деятельность американских компаний на территории, собственно, Китая. Мы говорили о том, что Китай может немного подкрутить, опять же, отношения, которые связаны с поставками импорта, точнее, нефти с территории Соединенных Штатов Америки. И в целом Китай может активно продолжать девальвировать курс национальной валюты, в принципе, на сопоставимые уровни, чтобы национальные производители в целом выигрывали, опять же, и компенсировали те потери, которые вынуждены нести из-за новых импортных пошлий со стороны США. Конечно же, какие-то инструменты есть, но сейчас, наверное, нужно быть крайней степени компетентности, чтобы говорить о том, действительно ли Китай может податься на рам с Соединенными Штатами Америки. Я такой компетенции, конечно же, не обладаю, но все же стараюсь искать информацию для того, чтобы у вас была пища для размышлений. Поэтому по доллару и японской иене я сейчас предлагаю все же положиться на те тенденции, которые происходят. Я все же допускаю, что в один прекрасный, ну в данном случае для меня, как для покупателей доллара, не такой уж и прекрасный момент, но трейдеры могут перезагрузиться и осознать, что больше сейчас оснований для того, чтобы покупать защитные инструменты, а не доллар. Поэтому, друзья, как только мы 113 иен за доллар сделаем, я предлагаю все же закрыть позиции и понаблюдать за развитием событий со стороны, потому что, ну вот что-то подсказывает мне, на рынке будут распродажи, связанные с спросом на японскую валюту, потому что тема торгового спора, она остается актуальной для всех финансовых рынков. Доллар канадец, мы понемногу снижаемся, но до цели, которая была обозначена в районе 1.30-1.50, далеко больше 100 фонтов. Я верю, что под конец, собственно, этой недели все же пару могут еще немного притопить, потому что допускаю, что после тех распродаж нефти, которые у нас были краткосрочно все же, вы попробуете немного откупить, если вы не, скажем, дейтрейдер, не спекулянт, который привык работать с короткими промежутками времени, не обращайте внимания на эти локальные откаты. Продавали нефть, так и действуйте дальше. Я просто отмечаю, что под закрытие недели вполне возможно, что на рынке будут преобладать обычные желания трейдеров пофикситься перед выходными, ну и, разумеется, закрытие сделок, которые в данном случае, возможно, были связаны с продажами, я надеюсь, что вы продавали нефти априори, приводит к легкому импульсу наверх. В данном случае канадец этим воспользуется, ну, должен воспользоваться, и должно прочить свои позиции. Поэтому все же считаю, что по доллару канадцу цель 1.3050 должна быть сделана, а потом, собственно, будем уже смотреть то, как действовать дальше. Фонд против доллара 1.3178, я даже начинаю снова ловить себя на мысли о том, что я совершил ошибку, когда поверил фонд, поверил в Терезу Мэй, то, что она сможет, скажем, договориться по поводу Брэйзита, сможет направить весь процесс переговоров в правильное конструктивное русло и сможет быть более гибкой тогда, когда это необходимо. Сейчас я не отказываюсь от своих слов, я лишь отмечаю угасающую надежду на то, что Тереза Мэй действительно может что-то отстоять в плане конструктивных решений. Потому что еще один месяц практически миновал, прогресса нету, и более того, стало распадаться свое правительство, которое явно, то, что отставка Дэвиса и Бориса Джонсона, это явное доказательство того, что с мнением Тереза Мэй не согласны. И то, что то видение, которое есть у нее, оно не соотносится с идеей необходимости движения вперед. То есть Еврокомиссия, Европейский Союз вряд ли будет удовлетворен теми, скажем, предложениями, которые сейчас обозначила Тереза Мэй. Я, к сожалению, признаю тот факт, что новый вид документа, который включал в том числе и потенциальное разрешение проблемных моментов в сограницах у Северной Ирландии, все это не то, что устроит вторую, скажем, группу переговорческого процесса. И в данном случае снижение британца, оно даже больше связано не только с сильным долларом, но и все же с отсутствием тех новостей, которые мы с вами ожидали по Брезиту. Считаю, что если в ближайшие дни поддержка 1.31 падет, то это в конце концов должно стать сигналом, чтобы мы перестали верить в какое-то бычье-будущее фунта и отказались, собственно, от длинных позиций. Пока котировки держатся выше, пока, собственно, и мы находимся в длинных позициях. Из важных отсчетов сегодняшнего дня в 17.00 Мичиганский индекс и в 20.00 Бейкер-Хьюз количество нефтяных терминалов, которые должны, вроде бы, влиять на то, что происходит на рынке нефти. Но в большей степени рынок сейчас все же продолжает переваривать новостной фон, который связан с возобновлением поставок из Ливии, и новостной фон, который связан с рисками для мировой экономики по поводу разрастающегося торгового спора между США и Китаем. Для, собственно, трендов долгосрочных, я думаю, что вроде бы уже все прояснили. Как действует, друзья, вы знаете. Мы пока что пробуем выжать из доллара по максимуму, добраться до отметки 113 по нефти. Мы, собственно, придерживаемся коротких позиций. Ну и прочие рисковые инструменты тоже мы активно продаем. Единственное исключение, но которое, возможно, уже в ближайшее время перестанет таковым быть, это фонд, который пока что лично я держу в длинных позициях. На этом, собственно, все, друзья. Хорошего вам закрытия недели. Замечательных выходных. Увидимся вас с вами, как и всегда, в понедельник в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.